от курса таки можно оставить оттуда динамики кстати неправильно и взял совете вот это вообще висит вот этим вот этим а здесь вообще вот так лучший вариант амума защит есть ну да я щит тупо но не было брать на счет можно было собрать локет всегда можно собрать танка леопатта танк фрозенхарта есть вообще винрейт мы будем бака бузить мы взяли амуму не просто так а для того чтобы использовать бак в игре который присутствует я как оказывается присутствует уже сто лет на совет какой-то мусор дали тут гораздо лучше руны это было взять бон плейтингом родить лучше чем секунд винти ну ладно пофиг у тому с фроузенхартом ты зря и школе но сначала все же я соберу синдер халк с выходом в леандре и потом только фроузенхар то что мне нужно хпм без хп нет смысла выходить в афх в афх в уху мы мы сделаем именно так то изи победка что за баг если мы дойдем до нашего супер пилда ты все сам увидишь осознаешь и начнешь молить о том чтобы я еще рассказал пару багов а я знаю много багов игре забавно но сорсер из ботинки выгони нам ума нарисована по винрейту причем прилично выгоднее на пять процентов лучше чем любые другие ботинки при этом 20 процентах пика же так сильно эти 18 пенитры решают а у них есть там них чармы авто атакеры разница в сборках нет если брать джанглерский предмет то джанглерский предмет синдер халк больше винрейт 53 процента у того 51 процент но ботинки 56 процентов винрейт против 51 нинжа тапки так что выборка 21 процент случаев ну то есть это довольно много у нас там сена шумит обиды знаете что что рио ты никогда в жизни не признает что они оба оба какались а когда выпустили сену в патче 923 и игру не исправили и мы с вами три недели мучились с этой сцены потому что игра лагала всех все фпс ниже 144 больше не падать никаких лагов ничего такого не надо компьютер сам переустанавливать и так далее выборка 20 процентов преимущество 5 процентов не особо решает по моему возможно но в любом случае здесь раз два три авто атакера так что уже нет смысла не брать нинжа тапки понимаете давай мама сжигай его мало маны требует это дабы еще жизнь я в шакетском как мало требует маны дабы мая а маму пей ребят играйте а маму становитесь игроком с полумиллионным как говорится полумиллионными очками на маму нас катарина в команде нас окалибра нас перебор с магическим уроном но я буду чистым танком как бы на бот-лайне у нас два дэшника надо найти теперь вот эту вот истину какая линия все же тащит у нас для мой план не сработает я планировал сделать ганг на бот-лайн потому что надеялся что двух а дэшников запресит на бот-лайне но их не запресили они наоборот сами победили вы знаете что ему бьет головой как мне это гангать я надеялся что это я смогу загангать там были бедно и кстати могу вот отсюда попасть по игроку а я не попал нормально маним и все равно надо было что-то сделать опа привет очень серьезно по ходу да по ходу она сметнулась ко мне этого я не увидел и когда начал туда смещаться увидел что меня закрывает валибир и думала а мидер куда делся и в этот момент мидер оказался там бывает приоритет на мидлэйне когда я начинал сражение был но потом она устала как-то обычный бывает типичная ситуация когда человек с приоритетом на мидлэйне почему-то отдает его в последнюю секунду я никогда этого не понимал ну то есть я как мидлайнеры иногда играя охреневая насколько глупые мидлайнеры у тебя потом в игре бывают потому что это несложно не потерять приоритет он не пошел его делать то есть если у вас есть приоритет но мы его поймаем легко вот он как бы зачем меч подбирала ты глупая что ли куда дурачок все как заинвейдил меня вот это зря хотя ладно да ладно она не пошла дальше что за бред так как как это попало я тоже хочу попасть блин онлайки игра я так и не понял подожди я дал просветку не увидел воли бира но он при этом забрал краба на реке и потом еще заинвейдил на как это вообще произошло или ты камил забрала эти ката примешь контракт к ари не это да не она по поводу приоритета то есть как приоритет зарабатывается у вас больше крипов и вы иногда там больше урона имеете в данном случае когда все и было именно так но по какой-то причине катарина отдала резко приоритеты отошла сюда но это я не внимательно все но то есть моя первая смерть все но это моя вина потому что после первого размена с воли биром вот здесь у меня было снова пересмотреть приоритеты что там произошло потому что время же прошло с тех пор когда я инвейдил было все хорошо а после этого я не посмотрел невнимательно сыграл говорится продумала несколько ходов вперед но не продумал кстати как думаешь где сет будет играться ну а пока определенно выглядит топ-лейнер для лесника у него все же маловато инициаций даже ува это больше возможностей зайти на это дело дакты ребят кто не знает вышел новый чемпион сет на пб е его поиграть уже можно на сайте пб е либо посмотреть можете ролик от меня о нем в ролике небольшая ошибка но мы сегодня ее исправим в геймплей который мы собираемся сделать чуть попозже так что такое есть пока там в ролике ошибка я неправильно прочитал его w и ешь или w что-то я неправильно прочитал еще ботинки дождаться давайте дождемся а сейчас мы будем бака бузить на муму я почти шестой уровень на шестом уровне я наверно буду бы беседить только бот-лейн из-за того что мне кажется здесь сложнее будет поймать человека здесь парнем магресс уходит то есть мы вдвоем никак его не убьем видите там будет хекс дринкеры в общем все остальное хотела кали много золота и она вышла вперед уже по предметам здесь попрыгунчик даже если я дам мульту моего не убьем а вот эта проблема там нельзя там умирать мы там умерли я уже не успею туда прибежать джинк сделала kill вот это еще большая проблема потому что сейчас она будет ругаться на меня так как валибир туда побежал сразу а дать почему туда побежал сразу скорее всего потому что они организовали это когда валибир был рядом нет ничего не произошло да просветку дадим для нее и раз блея ну и укус это конечно читерство укус это конечно просто читерство ребят охрененно у меня смайт наносит 480 он 600 здоровья снял отсюда и все равно меня задуэлил а люди потом говорят играй за муму как еще играть за этого чемпиона это такое мертвое мертвое тело в лиге легенд сейчас он реально вот то можете посмотреть амуму аудейтед так называемый термин аудейтед то есть он устаревший у него нет возможности дуэлиться с половиной чемпионов у него нет возможности использовать свою ульту на стопроцентные киллы единственное чем он хорош это тимфайтами то есть по факту он хорош тем что к концу игры он будет всех спокойно ультой свои убивать ну не убивать а ну понятно хорошая инициация но это все не очень я заработаю здесь опыт и сразу сделаем ганг делеги мы украдем немножко опыта темпу старт ганкинг даем ту стат хелпинг я не знаю я им пишу что это все и забота они за тебя катарина и тут вообще не причина просто он делает все что ему хочется нагло абсолютно нагло он идет на любого краба он забегает мой лес когда ему это вздумается и теоретически это должны соло линии мне помогать либо бот лейн ни те ни другие ребята не помогают пришлось рискнуть флэш ульдать если бы не получилось сейчас бы был фэйл ну по мне на самом деле мы проду продуваем из-за вот этих ребят ну как бы продуваем лес имеется ввиду первая моя смерть это моя ошибка но все остальное давление которое оказывает волюбирует он оказывает потому что у нас нет бот лейна они заполучили преимущество то есть жесткое преимущество вот видите что у них происходит они аж под вышки туда залезают но при этом ни одного варда не делают ни одного агрессивного действия заходом в лес оппонента не делают и так далее и поэтому мы первого дракона проиграли вы понимаете что мы проиграли первого дракона когда у нас ботлайн выиграл сражение это как бы вообще это не может быть правдой амуму опм ну вот это единственное чем амуму хорош типа ультой вот такой ладно мы не жалуемся у нас все нормально просто как бы когда их насчет волибир всех убивать пусть не удивляются что происходит когда их волибир начнет сгрызать направо и налево и джинс такой у меня нет урона по нему репорта буму в либир килинг everybody блин надо было наверное остаться там и не хочу против ари оставаться с 38 маг резом без флэша и без ульты когда у нее есть флэш и гнайт ульта и она 10 уровень риу ты же забыли нам опыт приписать мид сейчас вообще тяжелее всего дефендить если ты не какой-нибудь дальнобойный чемпион лесной потому что тебя тупо за товар дайвит мид лейнер оппонентов имея ганди кап уровня то есть вот я 8 на 11 сейчас будет понимаете да она не пошла туда но тут все равно было не попасть ульту мы сняли это главное если так задумать в данном случае сейчас саундтрек из горизонта играет да горизонт даунов это одна из тех игр где я ошибся когда горизонт даун начали трейлер показывать все начало выходить и был уверен что она выйдет на пока сразу по сути я сидел ее ждал выхода а она бах и на playstation 4 я такой а стоп там же написано эксклюзив ясно вот правда а в этот же момент вышла другая игра похожий на горизонт даун на пк ее даже лоббировали там монстр хантер или что-то в этом роде круче за охотниками надо было бегать охотиться надо было просто посмотрите на это справедливо вообще здесь четыре варда стоят человек выбить а потом уже вот этот чего они подойдут как бы два моих ясно все с ними у нас есть преимущество над игроками на бот-лайне а мои союзники не пришли а это просто ребят я не знаю я не знаю как им это объяснить не ну это невозможно выиграть у него просто а w сильнее чем мой смайт у меня 570 он на 700 здоровье нажимает w и съедает это и после этого убегает потому что у нас контроль есть только у меня такое впечатление в игре я просто реально не въезжаю какой смысл играется за других чемпионов когда есть там были битвы она делай квадру молодец венту она не сделает потому что эти побоялись пойти потанковать вышку типа и санули оппонент так чё дальше 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 ребят дальше больше ты же в курсе что пообещали выход горизонт дауна да но я уже ее посмотрел и честно не впечатлен дело в том что я ожидал какую-то философичную игру помимо этого с хорошим геймплеем геймплей устаревший я не знаю даже насколько то есть такой геймплей был еще в 2000 году только графика лучше это реально меня расстроило насколько устаревшая игра по геймплею и 2 очень важный показатель сюжет ну прям прям пропитан вот этой линии но вы знаете чего феминизма прям вообще пропитан все мужики говно за женщинами будущее я просто в шоке был с этого когда я посмотрел на это а еще я смотрел это но то стример шитае на гудгейме и охреневал потому что у него как раз видимо в те времена феминистические настрои были максимально продвинуты в ней и она прям так балдела от того что происходит в игре мне аж противно смотреть это я такой окей пойду найду другого стримера дошел другого стримера но от этого геймплей не поменялся то есть это даже не за настроя самой игры сюжетного а именно из-за мне не понравилась она из-за геймплея ничего впечатляющего нет только графика чё вы хотите чё-то хотеть а я не хочу ничего у ульта смайт вот бы культа смайт драконов стелила против воли бира у которого w наносит больше урона чем смайт ты знаешь что воли бира сейчас 900 урона на w 900 у меня здесь 640 в комбинации w смайт которую можно одновременно нажать у него сейчас получается полторы тысячи урона вот бы через кушку смайтить что-то вообще о дайте чем я пересмайтил ребят знаете чем я пересмайтил я знаю чем я пересмайтил о боже мой нет я хороший отвянет меня иди сюда ой ой не трогайте меня так вот чё я рассказывал чем я пересмайтил тем что я ударил по глазу на по глазу и 1400 урона нанес там геймплей как во втором ассасине ну геймплей второго ассасина там частично есть да согласен в общем я говорю что там очень устаревшие было все кроме графики графика потрясающие виды все остальное поэтому на playstation 4 она и выходила другие части как говорится этой игры крайне странные были то есть вот например та игра которая сейчас от кодзима вышла last стрендер или как она называется последний ходящий она реально вот хорошая и геймплей не устаревший что-то интересненькое такое единственная стрелялка устаревшая стрелялка очень очень прошлого как говорится вау это там есть дракон я умер дай невидимость а ладно меня не тронули не знаю мог дать невидимость я бы был невидимым ладно мы океанического забрали прервали их серию драконов и уча самому начинает играть если риу ты так и задумывали этого чемпиона то я откровенно как говорится снимая шляпы перед ними если они откровенно вот так вот и задумывали откровенно согласен откровенно откровенно откровенничаю тут с вами ребят что это нормально но что-то мне подсказывает что они не задумывали его как гипер гипер лейт гейм чемпион ой там кухтарина на шора мы делать не можем вообще мне амума нравится ну то есть я никогда за него в салуку не играл но сам по себе скилл сет мне его нравится и особенно был рад и надеялся что смогу за него играть когда риу ты поменяли ешки да по моему нет не у ешки w это вода проклятие трудомаг который накидывается а проклятие это автоатаки то автоатаки просто что после автоатак трудомаг будет наносить твои союзники по противнику когда эту штуку поменяли мне так обрали обрадовалась а я думал что все сейчас все начнут играть амуму на самом деле никто не стал играть амуму и как оказалось это реально провально эта схема зашла 10 процентов урона входящего не ощущалось от союзников это туда бежим отомстили отомщен я хочу сейчас до фаха заработать либо ну ли андрея потом фаха и вам показать в чем суть я про бак говорил в начале бак появился всегда как говорится оказывается этот пак существовал всегда давайте теперь объясню более подробно в чем суть его заключается сейчас когда буду бак цена база объясню вы знаете что есть предмет маска маска ли андре она называется этот предмет наносит два процента урона по противникам но помимо этого помимо этого она наносит еще полтора процента после моего заклинания как постоянный тик от максимального здоровья противника это есть как бы важная составляющая этого предмета но интересно то что вместо полутора процент из два с половиной дополнительного процента урона по противнику если мы его movement empire unit сделали что такое movement empire это означает что мы на него накинули какую-то вещь останавливающие движение это flash это стан это замедление это похожие такого рода вещи понимаете да логично вот моя кушка это накидывает моя ульта это накидывает потому что я не даю человеку двигаться там не знаю катарина с рулаем будет замедление накидывать пистолетом она будет накидывать замедление и поэтому почти всегда ли андре собирается вместе с рулая но как оказалось лига легенд считает что frozen hard тоже накидывает на человека movement empire то есть эффект обездвиживание для противника она тоже накид хотя на самом деле она накидывает всего лишь 15 процентов понижения скорости атаки скорости атаки не скорости передвижения ребята скорости атаки но игра по какой-то причине считает что мы накидываем именно тот эффект и поэтому frozen hard плюс или андре работает как вы к этому пришли но во-первых нарядите я это вычитал во вторых была ситуация недавно в игре со зрителями где у нас был зритель где у нас был зритель который как раз амуму только играет и он в одной из игр взял то чем в двух играх подряд брал и собирал frozen hard я удивился раскритиковал этот момент потом посмотрел на винрейт увидел что винрейт есть у frozen hard задумался почему этот винрейт есть когда его не должно быть нелогично frozen hard не должен работать на муму только из-за кдр и маны но мана муму не нужна есть так задуматься ему лучше здоровье собирать и так далее ну и вот мы дошли до вот этого и теперь знаем оказывается frozen hard это альтернатива рулая вы можете собирать рулай который делает то же самое и так каждое ваше заклинание будет накидывать по противнику замедление следовательно будет прокать ли андре либо вы можете собрать frozen hard и вокруг по всем противникам вы будете накидывать тот самый эффект ой 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 как она меня отбежал это я зафейлил чем нас катарина слинялась этого тимфайда на бездорожьем забыла нет со здоровьем у него куча киллов не убежала ну ладно на ночь просто на шора пойдут не не идут они как-то неспешно туда идут ничего себе то просто ему оторвало все лицо это у него 135 армора а сена определенно сейчас еще не сбалансировал давай сена руби вместе с жинка джинджи нет катарина пенточка катарину подкинули зачармили и убили но мы на шора отменили и по сути разменялись очень даже неплохо и кента риут крутит игры я не ну просто это баг в игре который возможно риута в дальнейшем исправят хотя это такой баг который ну можно и не исправлять если так задуматься на данный момент я при помощи при помощи чарма синего могу накидывать этот эффект леандры чтобы усиливать свое ведь вы понимаете любой последующий урон будет наноситься с этим доп эффектом обычно но у леандры собирает против танков когда у противников танков но теперь вот вы видите вот как альтернативу мы увидели можно просто самому ее делать всегда потому что ты сама танковый я вот думаю про вот этот билд вместе с мука и скорее всего мы следующую игру сыграем на мука и на топе потому что там будет тоже самый эффект мука и собирающий леандры и фроузен хард и противник будет получать невероятный урон и при этом не будет даже понимать почему он получает такой невероятный урон забавно что я не удивлю что многие люди так и делают они собирают эти предметы в комбинации наносят невероятный урон и даже не понимают почему и они не виноваты в описании этого не сказано то есть в описании четко написано понижает скорость атаки вражеским короче вражеским чемпионом на 15 процентов правда enemies написано так что всем понижает enemies вражеским юнитом то есть и крипом блин наши ребята там попались и мы выжили а чё ты боишься кучка я ожидал ульту ой как она долго с этой ультой тормозит трудомага много все наша комбинация собрана и теперь собираем агресс потому что у меня ну реально проблема с магической защиты а для этого я буду делать обе салмазку она как бы наверное не самый лучший вариант но в комбинации как раз ки со всеми моими заклинаниями теперь она будет работать очень хорошо потому что я буду резать противника 15 процентов магической защиты будет усиливать ли андре будет усиливать мою ли андре в два раза потому что эти еще полтора процента сверху и при этом катарина буду силит либо есть альтернативный вариант пойти вот такой был через адаптивный шлем но нам в любом случае вот это надо брать пора уже пора но я думаю я два предмета нам агрессия соберу по маму скейл здесь идет что от ада что от армора что от магреза видите 075 от магреза так что а мамы себя в этом смысле чувствует неплохо плюс мне надо еще 20 процентов кадера добрать с этим тоже проблем не будет на я про фулл билд говорю что фулл билде в общем горгули не будет ожидаемой горгули которая часто всего прибывает у таких чемпионов как кому-то в этой игре мы ее использовать не будем там дрэйк почему не хпн так хп там есть и в адаптивном шлеме и в этом так от этого избавились теперь пойду ее зонить а даже не понимала почему умирала если вы посмотрите повтор вы увидите как я на нее накинул видите вот этот маленький огонек маленький огонек появляется под разными юнитами и это и обозначает что ли андре срабатывает потому что ли андре накидывает на вас горение эффект горения и не знаю где здесь это можно увидеть в описании что он так вот маленький эффект горения он просто бить кто не верит может зайти просто по тест режим игры и посмотреть на это оттуда вот она шора нажмем где-то это здесь должно быть нарисовано это джинкс а на шора он должен тоже это накидывать просто я не ушел не нашел эту пассивку как она выглядит и 300 до чем начал сборку предмета с резистов они с хп а ты про это ну потому что магресс мне сейчас дал бы гораздо больше эффекта чем та штука сейчас подумаю я до сюда сколько а так лучше будет в общем смотрите магическая защита начальная когда у вас на нулевая там 50 у меня было в тот момент или 48 я поглощаю урона очень мало но чем больше собираем огрезы тем больше я начинаю поглощать вроде бы процентно но там она уменьшается то есть когда я захожу за 100 магической защиты выгоднее уже собирает хп но когда я ничего не добрался до сотни выгоднее собирать именно магическую защиту если вы увидите этот мой я не знаю график этот можете поискать в интернетах и вы сможете найти где вот как раз четко расписано как это работает мне пришлось ворваться ради неё ай ну как я так надо отступать я зафейлил камилу не остановил у нас типа сразу до межделера вытащили в отношении не достался знаете почему достался потому что еле андре на нее напрокнула еще какое-то время на наносила урон чего двоих убила там опять стример с гг не читает мне кажется была эта тема давненько но типа там были кажется варианты с анфаером если мне не изменяет память раме собрал джонгольский с пеплом бами а потом шел в урон от ли андре с атака на реке в кустах там стали рядом никаких спеллов он не взял а ну может быть это с анфаером тоже такая фигня была надо что-то припоминаю в пятом сезоне что санфаер тоже набрасывал усиление ли андре числе андре большая проблема у риутов потому что они не могут никак это описание нормально оценить того что есть но мы по сути сейчас контестим следующего дракона очень важно а пока я следующий дракон еще не появился полторы минуты я успею шипастый доспеха ли санфая работать с маской да ну а это просто как бы шипастый доспех ответ на магический урон наносит сами знаете и сам файл наносит постоянно магический урон который прок и прокается с плюс у дэмэджем от ли андре на сегодня теорий крафт вот сейчас мне выгоднее хп взять но мне ни на то ни другое не хватает золота то есть вот эту вот часть собирать через хп выгоднее потому что у меня сейчас 107 магреза если куплю еще магрез с 52 процентов я до пятидесяти трех там только доберусь ну ладно не пятидесяти трех пятидесяти четырех но это вообще не почувствуется понимаете а вот хп мне фактически увеличит эффективность моего чемпиона сколько это 150 на 5 процентов то есть танковость моя увеличится на 5 процентов за счет 150 здоровья при трех тысячах здоровья понимаете да кто время как магическая защита меня защитит только лишь на три процента и только от магического урона элементарная мне кажется но математика многие этого не понимают то есть могли защищать только от магического урона хоть звучит логично но не все это понимают да ребят я щас должен вы уже дуэлить ну что у меня труда мак есть и процент на урон есть он даже не представляет что он уже проиграл эту битву ну там мои пришли помогать это конечно нечестная наша дуэль к теперь стало но в реальности даже если бы они не пришли помогать его за дуэлил и все его либер такое а чё как это произошло мол как произошло то что ты до этого проигрывал мне дуэль по теперь ты выигрываешь тоже комбинация предметов лучше он вообще какую-то странную дичь собрал если честно у него нет вообще ничего полезного кроме на иности рака маску создавали для темаря ну не только для темаря для тима и сиопеи то есть идея была конечно же в этом что у меня с кушками вообще проблема замужем с самый точный амуму на диком западе 8 сейчас за таймлю а видали как я это практика я думаю кстати если зайти на сайт лигов графу а мама будет винрейт увеличивается гиперболизирована клейт гейму теперь я понял почему они это триумф то берут все это регенерация мне вообще не заканчивается мана я постоянно под w теперь бегаю но последний а предмет мы не успели собрать это адаптивный шлем чтобы поглощать магический урон от противников и около 4000 здоровья выходило бы у моего чемпиона можно вармок на и наделать тоже как вариант если не так много магического урона у противников а есть только ad урон также можно тормейл если там прямо только автоатакеры ты сейчас в либеру брал но я скорее всего бы тоже в танковость ему уходил надо подумать ну по логике все тот же синдер халк дэдман сплейт наверное нормально стирак нормально но спирит визаж обязательно должен где-то там быть у него вроде спирит визажа вообще не было учитывая наш сетап где у нас куча магического урона ему надо было за ну час посмотри что у него было адаптивный шлем у него есть здесь должно быть обязательно ninja тапки они мерки потому что у нас контроля раздавая у нас контроль только я выдаю понимаете у нас в игре контроль джинкс и съешьки здесь ешка и я полностью то есть какие мерки о чем он вообще что за глупости конечно же ninja тапки стирак я бы наверно одним из последних собирал красный смайт нормально дэдмен сплейт наверно в данном случае это плохо но вообще я сейчас так думаю это билд хорош против фулл магов фума и у нас вроде как фулл маги да только у нас не те маги которых ты ищешь как говорится у нас есть катарина которую ты фактически не танкуешь она просто прыгает в ассасинов твоя как ассасин прыгать игроков убивает и здесь тоже то есть этот билд он хорош против хеймер дингера был бы кассиопеи там тима если дополнительно у нас было бы тима на топе кассиопея на медлене вот это бил был был бы хорош много контроля много замедления непонятного и надо поглощать еще постоянный урон в данном случае я бы наверно адаптивный все равно брал но вот без этого штуки а вместо этой штуки тогда что как говорится да ну ускоряшку другую для всей команды все здесь конечно тяжело у них вот этот парень проиграл матч очень сильно да зря зря я сейчас его критиковал билд у него более-менее нормально так и хотел ли гофграф зайти чтобы как говорится заполнить пробелы информации которую по-моему у меня есть заполнить пробелы информации что я под этим подразумеваю вот он как бы энд билд видите здесь рисуется только рулай как оказалось не обязательно вообще не обязательно можно frozen heart собирать и все будет хорошо руны вот такие это все понятно и что еще хотел увидеть статы его да ты здесь вроде было wind game duration да он плавненько держится наравне и потом резкий скачок идет после 45 минут он слишком долго такой явно чемпион скелещийся ближе к лейту то есть ведь она потихонечку идет вверх его графа графа полезности вот это вот интересно то что те люди которые играют только несколько игр а муму в год там 10-20 игр за год у них хороший винрейт те люди которые начинают его мейнить до 50 игр они не выигрывают за него они портят себе винрейт а те люди которые переваливают потом за этот еще показатели то есть все же они такие после 50 игры а и все до конца буду его тренировать они его доводят он до 60 почти процентов винрейт этот реально интересный показатель но все остальное у него плавненько идет то есть убиваешь значит игра выигрывается умираешь значит игра проигрывается популярность его ну понятно что она падает мидрит у него максимально был в середине 2017 года это как раз когда поменяли у него обилку с автоатаки то что он трудомаг начал усиливать трудомаг превращать своих ребят чемпион такой чисто знаете стабильный 50 процентов винрейта не будет никогда ошибка его взять а да вот что еще хотел посмотреть раньше было чем ниже элла тем выше винрейт его давайте посмотрим сейчас 50 процентов 52 бронза 52 и остается silver 51 и 8 и diamond плюс видимо 49 будет даже 47 ну и мастер тут это все связано с его очень слабой начальностью в игре и очень слабая ульта да ребят парадокс но его ульта которая задевает всех вокруг станет их она очень слабая просто сравните эту ульту и ноктюр на ульту или маль захара то есть ты сидишь ждешь этой ульты чтобы ничего не добиться вообще ничего не добиться я бы сопоставлял с варвиком ну давайте марка тоже глянем по винрейту как вы видите чем выше элла тем выше винрейт даже становится люди в нижнем элла как раз не понимает как его играть хотя бронза не тоже 53 процента есть то есть он стабильно на всех элла держится этот чемпионом он как раз подходит к нижним ребятам чемпион для поднятия с нижних элла амуму варвик если вы его сумеете играть то он будет хорош везде но чувствуется падение винрейта чуть-чуть с каждой минуты игры чуть-чуть совсем берите здесь в районе 50 процентов 53 и он падает то сказать что он же в конце рывок идет но это самый конец игры это означает что варвик хорош там на наш ора хорош на драконах elder дрейк на шор баф либо финальное сражение где может выключить конкретного игрока то есть это как раз показатель который отвечает за 45 минуту плюс затем файт по сути 5 на 5 а я его всегда так определяю но мы должны его как бы рукой рукой прикрыть вот это место не смотреть на него а смотреть на общую тенденцию общая тенденция все же опускается винрейт у него но финальный тимфайт он всегда хорош есть чемпион у которых даже финального тимфайта нет катарина кстати я думаю такая будет она сейчас была у нас в игре можно посмотреть статы если нажмем да у него вообще нет финального тимфайта видите у нее тенденция выигрываем игру в начале там 58 процентов и падаем по графику вниз чем дольше идет играть тем хуже катарина себя чувствует что у нее тимфайта вообще нет конца матча а вот у фидалстика будет набор наоборот скорее всего подъем вверх мы неправильно сравниваем фидалстика и катарина статьи топа фидалстика нет тимфайта в конце игры может это из-за билдов потому что все играет его в ability power и получает что он дико сквиша это для меня новость честно это для меня носки дал стик мусор в конце игры видите после 45 минуту у него нет тимфайта я вот ожидал такое увидеть увай или у рексай потому что они реально слабоваты для этого ну да вот он падение есть ощущается падение и у рексай будет то же самое скорее всего потому что тимфайты у них очень слабые в конце игры и у рекса кстати почему для меня вот это реально странно я как рекса игрок ok я не фидалстик игрок и наверное вправду есть у него проблемы какие-то с нахождением финальных тимфайтов на на шори драконе но для рекса и она вообще там ничего делать не может ты просто стоишь кидаешься кушка и молишься что ты сможешь добраться до до керри и чаще всего нет опираешься до до керри так пойдем ребят смотри других чемпионов тоже статс у казикса все стабильно потому что он всегда под невидимостью может добраться до туда до куда хочет у и лиза должно быть стабильно но у нее стабильно падающий винрейт и в конечном тимфайте все же падение есть вниз она понятна на юрли гейм как алисин типа вот если лисе на посмотрите у него та же самая история должна быть сейчас надо будет заново изучать это все идет на патч да вы понимаете это на патч 923 924 то есть вот эти два последних патча оценка идет эта оценка идет не зависит сезон за вот эти вот последние патчи и надо ее реально изучать заново почему ли сен так высоко пульсина окей нынешние билды позволяет ему быть более танковым но он даже сильнее и лиза здесь конце у нас еще остался того может быть тимфайт очень хороший и и плохой нем здесь стабильно она потому что а декере джуани какая-нибудь грагас этих посмотрим джуани проваливается но это очевидно потому что ее танковость не так важна и ульта и нынешние танковость вообще нулевая фиора не но фиора она не тимфайтер и здесь у нее скорее всего будет падение вниз потому что потому что тимфайт это она не выигрывать но винрейт у нее будет хорошо даже видишь не ощущается это потому что она видимо в тимфайты просто не идут туда джорвана предлагает посмотреть эти джорвана еще проверим и olive предложили вот этих двух проверим джорван стабильно падает вниз вен рейтом все ниже 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 потому что его врыв не так страшен становится для команды. Ну, и Олафа давайте проверим. По логике он должен стабильно падать вниз. Да, стабильно падает вниз, а в конце вообще разваливается. Ну, хоть что-то мы знаем. Так. Лисин, Рексай и Фидлстик для меня реально по статистике новость. К сожалению, тут другой патч нельзя поставить. Здесь надо было ранкеды, правда, отключить. Ну, то есть, только ранкеды показывать. Но это вряд ли сильно зарешает, потому что люди в нормальцах тоже как бы играют. Кто у нас там? Мастер Е еще последний чемпион. Давайте проверим. Должен, конечно же, идти вверх у него показатели. Резко, да. Потому что в финальном тимфайте Мастера Е, вы сами знаете, что это такое. Люди... Ивелинка, Ивелинка! Ну, ладно, ладно, ладно. Ивелинку покажу вам. Я расстрою вас. Вы думали, что она плохой тимфайтер, но нет. Ну, оно и понятно. Ивелинка скелится вверх постоянно. Связано это с финальным тимфайтом. Она все равно ваншотает игрока. И как ассасин она почти всегда выполняет свою задачу. То есть при равенстве денег, 45 минута это считайте равенство денег, потому что она уже не имеет значения деньги у всех одинаковые предметы. Ивелинка найдет, кого убить. А раз она ассасин, она выполнила свою задачу. Она пожертвовала собой ради, там, адекерри, даже ради саппорта. Это все равно выгодно. При этом она еще урона тонну нанесла по противникам. Но винрейт у нее сейчас, конечно, плачевный. Ассасин. Не, ну, вы что-то совсем уже борзеете. Хватит, хватит, хватит просить всех чемпионов. Но это, возможно, возможно, связано с маленькой выборкой. Сколько вообще кс1 сыгран было? Нет. Довольно высокая популярность. 8%. Кс1, ну, тоже не совсем понятно. 8% популярность, то есть это довольно большая выборка игр. И из этой большой выборки игр много игр доходит до 45-й минуты. И мы видим, что у него винрейт здесь падает. Может быть, связано с индивидуальным перформансом конкретных игроков. Вот, если мы возьмем Iron+, вы видите, все нормально. А если мы возьмем Diamond+, вот так. Да, это конкретно с пониманием людей, что надо делать. Все, я начал теперь осознавать. Почему? Видите, ребят? Если взять общая Элла, люди не понимают, что надо фокусить кс1. А если взять Diamond+, люди понимают, что нужно делать. И они все просто максимальный урон в кс1, потому что больше никто их не пугает в команде. Убивает кс1, и матч проигрывается. Он не успевает вообще никакого урона нанести. Давайте вернемся к Рикса и точно так же перепроверим более подробно. Потому что у нас здесь платина плюс была. Это типа Элла, где люди вроде начинают уже что-то понимать, но вроде еще и не понимают. Айрон плюс. Рикса здесь королева, потому что ее никто не трогает. А Diamond+, она до Адекири не доберется, да? Нет, она все равно добирается до Адекири. Что за бред? Что с Рикса и не так? Я хочу Рикса и сыграть. Все, следующая игра будет на Рикса. Алисин, что ли, пересмачивает просто из-за этого? Айрон плюс. Айрон плюс у него здесь падает винрейт как раз таки. А в Diamond+, видимо, у него идет вверх, да. Может быть, это связано с тем, что там Лисин годы какие-то играет. Постоянные кики делают игроков. Но тогда у меня возникает вопрос, а почему у Элизы нет такого? Ведь там должен быть бог, который попадает с танами постоянно. А здесь, видимо, богов нет. Потому что я играю на DiamondTale. Забыл. Точно, точно. Я же играю на DiamondTale. Ладно. Все, ребят. Ну, вот такой вот у нас видосик получился. Сейчас идем играть других чемпионов. А те, кто смотрели это в записи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И оставляйте свои комментарии по поводу того, что мы обсудили. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...